За два месяца до 9 мая вдруг где-то в Кремле решают, что Кадырова нужно устранить, и устранить его нужно публично, и именно взорвав его. Как это сделать? Кадыров явился, сел, ну а дальше какой-то кадровый офицер российских спецслужб нажал на заветную кнопку и отправил Кадырова на тот свет. Ахмад Кадыров Я за два месяца вынашивал эту информацию внутри себя, пытался как-то ее подтвердить, не говорил об этом. Я с кем только не связывался, с людьми задействованными во всей этой истории, с убийством Зелимхана Индебриева в Катаре, и с этой историей на стадионе вспоминал там очевидцев каких-то... Я, в общем, пытался что-то, хоть какую-то зацепку, чтобы кто-то мне что-то сказал, да, вот я помню, что что-то такое было, и так далее. Но, к сожалению, эта информация настолько она засекречена, нету этого никакого подтверждения. Поэтому сегодня я подумал, ну, а другие версии, другие объяснения того, почему Кремль вдруг решил убить Кадырова, ведь они тоже ничем не подтверждены. Там ведь тоже нет никакой информации от каких-то инсайдеров и так далее. Нет там всего этого. Это тоже просто версия, просто объяснение людей. Я подумал, что, ну, значит, это объяснение тоже может иметь место, почему бы его не озвучить. И, возможно, после того, как мы его озвучим, может быть, появятся какие-нибудь инсайды на эту тему. Посмотрим. Во всяком случае, это гораздо более убедительная версия, я бы сказал, даже это единственное убедительное объяснение того, почему Кремль решил убить Кадырова. И обратите внимание, что ведь его убили ровно так же, как был убит Зелимхан Яндербиев. Зелимхан Яндербиев, ему под дно его автомобиля, именно под сиденье пассажира, прикрепили взрывное устройство и привели его в действие. Кадырова посадили на взрывное устройство и взорвали. И это, сейчас Киселёв, наверное, сказал бы совпадение, не думаю. Просто слишком уж много в этой теме совпадений. Другие, любые другие объяснения этой темы, как нефть, что типа вот у нас, значит, Кадыров отстаивал доходы от нефти, чтобы они оставались в республике. И, мол, за это его убили, да перестаньте, ему просто сказали бы, слышь, а ну-ка успокоился, и всё. И Кадыров забыл бы вообще про доходы от нефти. Что он там недостаточно был русифицирован, да перестаньте, опять-таки. Это человек, который говорил, что он гордится тем, что он кремлёвский. Насколько ещё нужно было его русифицировать. То, что он был там недостаточно лояльным к Кремлю, а каким нужно быть, чтобы достаточно быть лояльным к Кремлю. Чем он был нелоялен, как он брекался в отношении к Кремля. То есть, все остальные вот эти вот объяснения, они не терпят малейшей критики. А здесь действительно убедительное объяснение, это прям реально мотив. Два сотрудника российских спецслужб задержаны в катарской тюрьме. Им угрожает смертная казнь. Катарь это всё-таки мусульманская страна, в которой, может быть, не полностью, но отчасти действуют законы, основанные на шаре, на законах мусульман. Соответственно, за убийство там казнят. А тем более за такое убийство, которое является терактом иностранного государства на территории страны, то это тем более заслуживает казни. Разумеется, катар хотел казнить этих людей. И вот, чтобы не дать им их казнить, нужно было поставить катару очень серьёзные условия. И вот каким образом удалось договориться, чтобы их не казнили, я раньше долго над этим думал. Пытался найти какие-то, может быть, предложения были экономические и так далее, или что им угрожали войной. Что те два катарца, задержанных в аэропорту, что это были не совсем даже катарцы. Это тоже стало очень быстро понятно. И вот, когда я услышал вот эту вот версию об убийстве Ахмата Кадырова, что он был убит в отместку за убийство Яндербиева, и что это таким образом пожертвовали им ради спасения двух сотрудников спецслужбы, потом я, когда всё это сравнил, и то, как он был убит, и как развивались события, череда, хронология, я понял, что это самое убедительное объяснение из всех, что я когда-либо слышал. И я склонен считать, что это было именно так. Как легко этим человеком пожертвовали ради спасения двух сотрудников спецслужб. Это на самом деле очень показательно. Это то, чего стоит вот вся эта их деятельность, чего стоят все эти их награды и герои в России, и все эти должности глав регионов, каких-то руководителей, госорганов, министров внутренних и прочих дел, с чего стоят все эти звания генералов, майоров, генерал-лейтенантов и так далее. Вот чего это всё стоит. Когда вопрос встаёт о спасении жизни кадровых офицеров российских спецслужб, Кремль, перед ним не стоит даже выбор, они не думают над тем, стоит там, не стоит. Я представляю, насколько это был лёгкий выбор для Путина. Он даже не размышлял наверняка над этим. И я вообще склоняюсь к тому, что Кадырова в качестве ответной жертвы предложила именно Россия, а не Катар сказал, давайте мы убейте его и мы отдадим вам их. Я думаю, что именно Россия и вышла с этим предложением, сказав, слушайте, да, действительно, это вот наши сотрудники убили Индорьбиева. Да, мы согласны, нехорошо, что на вашей территории было сделано, но виноваты не мы. Вот, значит, есть Ахмат Кадыров, они там, наверное, очень много всякой лжи напряли, что это он там, значит, пролоббировал эту тему и так далее. Давайте вот мы его принесём в жертву, а вы отпустите наших двух человек. Ну и те, соответственно, поставили условия. Ладно, давайте, но это нужно будет сделать точно так же, как вы убили Индорьбиева, и сделать это публично, чтобы мы видели, чтобы не так вы убили, там, в газетах написали, а человеку куда-то спрятали. Ну и, соответственно, дальше его судьба была уже предрешена. Почему Басаев взял на себя ответственность в убийстве Кадырова и в последующем даже не отказался от причастности к этому? Я думаю, что Басаев сделал это в качестве военной хитрости. Для Басаева на тот момент, вот если вы посмотрите, это обращение Басаева, в котором он берёт на себя ответственность за это убийство. Это знаменитый стрим, можно сказать, Басаева, где он сидит в футболке с надписью «Антитеррор». И, по-моему, идёт тоже где-то полтора часа у него, и из этих полутора часов больше всего Басаев говорит о нехватке финансов. Он говорит, постоянно он возвращается к вопросу деньгам, к вопросу о деньгах. Он говорит, что вот, значит, мы делаем это то-то, 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 но вот денег не хватает, нужны деньги. Вот если были деньги, мы бы, значит, делали. Вот мы тогда-то сделали то-то, но вот денег опять-таки не хватило, нам вот нужны деньги, нам нужно финансирование. И я думаю, что он использовал этот момент в качестве военной хитрости, чтобы таким образом заполучить финансирование. Воспользовался, так сказать, этим вакуумом. Раз те на себя не берут ответственность, понятно, что они бы её на себя не взяли. Я думаю, что это была такая военная хитрость его стороны. Но то, что Басаев, ну не мог в принципе Кадырова посадить на мину, это понимает любой, как говорил Лаудинов, маломальский, маломальский размышляющий человек. Но не мог Басаев при всей демонизации этого человека российскими СМИ, пропагандой, при всём нашем уважении ко всему, ко всей чеченской армии, чеченскому сопротивлению. Но нет, не могли мы его, Кадырова физически мы не могли взять, с одного места его перенести на хорошо охраняемую территорию. Перед этим, на этой охраняемой территории заложить, значит, взрывное устройство. Кадырова посадить именно на это устройство. Вы понимаете, что он мог бы сесть просто чуть правее. И в этом случае он бы остался просто без ноги. Как Баранов, который сидел справа от него. Российский генерал Баранов. Он лишился ноги, потому что сидел справа от него. Это ещё говорит о том, насколько точно было рассчитано взрывное устройство, чтобы убить только Кадырова. Если бы Басаев или чеченское сопротивление туда закладывало взрывное устройство, ну, поверьте мне, оно было бы гораздо мощнее, чем то, что там оказалось. Оно бы ни одного человека убило. Да, там, конечно, погиб ещё и Исаев Хусейн. Но Исаев Хусейн, это скорее случайная смерть. Видимо, в этот момент просто наклонился к Кадырову, чтобы сказать ему что-то. И поражающие эти элементы попали в голову. Поэтому погиб. Там всё настолько явно видно, что это работа российских спецслужб. Но всё просто рассчитано. И мощность самого заряда. И то, куда они его заложили. И то, как они прямо на него посадили Ахмата Кадырова. Никого-то другого. В теории ведь они могли просто случайно поменяться местами. С Барановым, с Исаевым. Или Кадыров вообще мог бы не туда сесть, а выше, допустим, сесть. Но нет, он сел прямо на это взрывное устройство. Кто мог посадить Кадырова на взрывное устройство? Ну, точно не Басаев, не Масхадов, не Гилаев. И не все они вместе взяты. ФСО, ФСБ. Вот кто мог посадить и посадил Кадырова на взрывное устройство. Заранее его-то заложив. Я сейчас не говорю о том, как вообще это взрывное устройство могло оказаться там. Ведь это стадион, который был оцеплен за два месяца до 9 мая. Оцеплен полностью российскими военными. На момент оцепления этой трибуны вообще не существует. Ну, как не существует, она разбита вообще, в принципе. Ее нужно восстанавливать. Я это очень хорошо помню, потому что я живу недалеко от стадиона. И до того момента мы постоянно играли футбол на стадионе. И вот в один из дней мы, значит, идем, как обычно, играть в футбол. А тут перед нами российские военные, БМП, БТР. И нам говорят, ребята, уходите. Сюда нельзя. Ну, мы ушли. На следующий день думаем, пойдем. На следующий день идем, опять стоят. Ну, и мы поняли, что они там надолго. И они, вот так с этого момента, они стояли до 9 мая. И восстановительные работы, ремонтно-восстановительные работы стадиона проводились. Уже после того, как его взяли в оцепление. То есть, взрывное устройство не оказалось под сидением Ахмата Кадырова до оцепления. Понимаете мысль? Если вы вдруг подумали, что ее заложили там за два года, или еще при Ичкерии, во времена еще, когда мы были независимыми, зная, что в 2004 году, 9 мая там окажется Кадыров, то нет, вы ошибаетесь. Здесь нет никаких масонов, никакой конспирологии. И Нострадамус ничего там не предсказывал. Все гораздо проще. Стадион абсолютно разбит. За два месяца до 9 мая вдруг где-то в Кремле решают, что Кадырова нужно устранить. И устранить его нужно публично, и именно взорвав его. Как это сделать? Наверное, тут умы из российских спецслужб, им было дано время для того, чтобы они подготовили некий план. После этого какое-то произошло совещание у Путина, на котором были сделаны предложения. И вот это вот было, наверное, основным предложением, которое было утверждено, что, значит, 9 мая нужно провести парад в Грозном, на котором мы взорвем Ахмата Кадырова. Для этого что нужно сделать? Нужно подготовить место. Так, а место есть? Места нет. Нужно восстанавливать. Идеальное место это стадион. Окей. Все. Выделяем деньги, восстанавливаем, берем под личный контроль. В этот момент, значит, стадион оцепляется, начинаются ремонтно-восстановительные работы. Ремонтно-восстановительные работы ведутся под контролем российских военных. Туда никто не может войти или выйти без досмотра на КПП. Все входы и выходы из стадиона контролируются российскими военными. Все строители, которые заезжают, выезжают, они все проходят через российский контроль. Их проверяют, шмонают. Соответственно, завести туда взрывное устройство, как они говорят, снаряд там какой-то был. Ну, это нереально. Этого сделать не могли. Завести его? Ладно. Окей. Давай допустим, что его туда завезли. Но как его установить? Прям под сидение Ахмата Кадырова. Ну, как это сделать? Откуда рабочий знает, где именно будет сидеть Ахмата Кадырова? Вы понимаете, это в принципе нереально. Все мы прекрасно понимаем, как это происходило. Стадион взяли под контроль. Российские спецы приехали. Сразу же сделали проект. Определили места, где будет эта ложа для этих официальных лиц. Определили в этом ложе место, куда они посадят Кадырова. Именно посадят они. Туда заложили рассчитанное взрывное устройство. Заранее наверняка где-то протестировал. Которое уничтожит только его. Затем это устройство туда вмонтировали. Все как надо замаскировали. Затем уже обычные работяги провели там ремонт и восстановительные работы. После этого 9 мая Кадырову сказали явиться туда, сесть, куда скажут, и принять парад. Кадыров явился, сел. Ну а дальше какой-то офицер, кадровый офицер российских спецслужб, нажал на заветную кнопку и отправил Кадырова на тот свет. Рамзан был начальником СБ своего отца. Как так получилось, что его вообще не было рядом с отцом, так себе охранник? А как это могло получиться? Очень просто. Кто такой Рамзан Кадыров, Руслан Алханов, Али Тагиров и прочие люди, которые были тогда вокруг Ахмата Кадырова и обеспечивали его безопасность? Это такие же российские хауи, и они подчинены этим же российским хозяевам. Поэтому Кадыров оказался там, где он должен был быть по замыслу российских хозяев. Он оказался в Москве, потому что ему сказали, ты в Москву, а ты на стадион. И вот на это место сядешь. Понимаете, все очень просто. Каждый оказался там, где он должен был быть. Вот где режиссер запланировал, что эти люди должны быть, там они и были. На парад победы в Москве потратили свыше 800 миллионов, включая разгон облаков и прочую ересь. Как по мне, лучше бы эти деньги раздали людям, которые и стали залогом этой победы, а не устраивали показуху. Хотя бы в один год, да? Действительно, просто один год без этих мероприятий. Раздать эти деньги ветеранам, они были бы счастливы. Но нет, лучше, конечно же, устроить какую-нибудь показуху, какой-нибудь парад, долбануть по Воронежу. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...